Всем привет, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке Кэтс. Я уже давным-давно не играл, говорил вам то, что подготовлюсь, но, как сказать, я немного не подготовился, но, по идее, подготовился. Корпуса у меня интересные есть, на ставках сейчас мы их проверим, что у них по бонусу, всё такое. Потом ящики немножко подготовлены, и сегодня я уже настроен хотя бы один этап пройти. Но если даже не этап, то в битвах банд понемножко повоюем, и там уже глянем, что у нас интересного. Так, детали от спонсоров, сейчас мы всё это откроем, глянем. Я ещё, кстати, без записи тут по времени попереходил этапы, сейчас вам даже всё это покажу, чтобы вы тоже в курсе были. Вот, собственно, здесь четвёртый этап, здесь шестой. Это тупо по фану я играл в самом конце времени, и как бы у меня вот так вот получалось. Причём всё на одной и той же тачке. Немножко, конечно, она прокачалась в прошлой части в плане пулемётов, но у неё уже очень жёстко проседает корпус, очень жёстко. Да ещё и тут энергии на самом деле мало, и как бы девать уже его некуда, остаётся только утилизировать и смотреть на новые корпуса. Вот такие вот дела. Ещё у меня тут очень крутой выпал катер, ну вот просто вы посмотрите, а. Быстро его на ставку, сейчас, конечно... А, нет, давайте мы на ставке сначала зальём. Так, ох, блин, а что-нибудь интересное будет? 15 секунд, 15 секунд, 15 секунд. Я не успею, наверное, на эту ставку. А вот в этой вот... Блин, бред какой-то, что ли. Издеваются? Чуваки реально издеваются. Вот здесь вот вообще тупая ставка. Сейчас мы подождём, пока здесь новая появится, там мы уже зальём на кого-нибудь. Так, и тут у нас... Чё-то очень странное на самом деле. Я даже не знаю, кто здесь победит толком. Ну ладно, давайте мы попробуем поставить на вот этого. Ну так уж, если сольём, без разницы, на самом деле. Я уж просто по фану здесь ставлю. Потом мне ещё выпал какой-то хороший корпус. Нужно только сейчас найти. А это что? Блин, вот я, кстати, хотел этот корпус как основной использовать, потому что уж очень он хорош. Комета с тремя слотами под оружие. Колёса так стоят достаточно, ну, относительно высоко корпуса. Ну, относительно корпуса они стоят высоко. То есть я воткну колёса и будет сама комета низко стоять. Вот, но, блин, такой бомжатский этот бонус прям вообще меня раздражает, когда так вот делает игра. И вот здесь где-то ещё вот это, кстати, тоже крутое. Ну, блин, ляжало изначально, выпало для близнецов. Такая вот тема тоже интересная есть. Ну, понемножку-понемножку тачки собираются и очень даже неплохие, скажу вам я. Но это именно корпуса. Так, здесь мы ещё ожидаем. Ничего интересного. Так, это не то. Мне нужно куда залететь-то? Мне нужно залететь в моей тачке и собрать что-нибудь годненькое. Вот здесь вот у меня годная машина. Вы сами видите. То есть, ну, здесь у меня вообще претензий нет к этой тачке. Она очень хорошая. Она выносит нормально. По хп вообще просто шик всё у неё. Так что здесь заморачиваться даже не стоит. Возможно, у меня ещё, конечно, получше есть циркулярки. Но нет, это вряд ли, да? Да, циркулярок получше нет. Ещё, кстати, для кометы вот такая вот выпала. Тоже из ящиков. А вот эту вот тачку, наверное, можно как-то изменить. Ну, возможно. Фиг его знает. Сейчас, короче, глянем. Если я изменю вот таким вот образом ракетницу. У меня же просто здесь 5 есть. Вот так. А вот что у меня, кстати, по близнецам? Что-нибудь нормальное мне выпало за это всё время? Так, вот здесь вот 8, а вот здесь вот тоже 7. И тут 7. Да, они все какие-то на 7 энергии. Так что близнецы ставить нет смысла. Хотя было бы очень прикольно на эту тачку. Но ничего страшного. Так, здесь для пирамиды. Здесь тоже для пирамиды я воткнул. А вот здесь вот я поменял, наоборот, послабее поставил. Так, и ещё мне нужно посмотреть по поводу колёс. Хотя у меня с ними и так всё хорошо. Давайте ждём ставку. И пока что идём в битвы банд. Я уже, кстати, по-моему, в этот раз набирал что-то. Да, ведь, по-моему. Да, ваш клад 70. И вот у меня здесь ещё новые противники. Ну, давайте смотреть. Здесь будет легко. Я, наверное, даже вот эту тачку поставлю. Лазер не успевает выстрелить у него. Я его спокойно валю. Потом здесь интересная ставка. Но я возьму вот этого. Ну, как ставка, блин. Просто бой, потому что это как бы классика и стандарт. То, что с классикой будет что-то интересное. Возможно, заедет. Возможно, что-нибудь ещё случится. То есть, очень непредсказуемая машинка. Так что, да. Нужно быть с ней всегда аккуратным. Ага. А тут у нас что за такие странные машины? Какие-то очень прикольные конструкции. Особенно вот эта вот третья и вторая. Ну, вторая непривычна из-за того, что колёса какие-то громадные. Ну, ладно. Всё равно мы, наверное, со всеми расправимся. Не знаю. Одной тачки хватит? Ну, да. Вроде как должно хватить. Хотя, ну, да. Одна эта тачка за счёт своего ХП просто, ну, не знаю. Она творит, не знаю, какие-то вещи жёсткие. То заедет под машину, то ещё что-нибудь. То есть, она реально очень много битв банд вытаскивает меня на изах. Я удивлён вообще с этого. Ну, как бы что есть, то есть. Очень классный пулемёт, блин. Но я его не смогу воткнуть на мою пирамидку, потому что очень мало энергии. Чтобы влить новую, там миллиард кристаллов, миллиард золота. Не особо всё это тоже приятно. И не хочется особо мне денежки на это всё тратить. Так, здесь мы что делаем? Этот гад нас перелетать будет, я думаю. Ну, давайте мы поставим вот эту машину против него. Бэнк, 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 бэнк. И чё, блин, вынесет, что ли, серьёзно? А, нет, нифига подобного. Ну, тогда ладно, хорошо. Вот здесь вот тогда мы ставим ещё раз эту тачку. И она, чёрт, как-то не успевает вынести. Это очень странно, но как-то не повезло, реально. Ладно, но всё равно мы должны по-любому выносить эту машину. Ой, ничего себе. Было что-то чётко. Тут катер-перевёртыш был какой-то. Перевёртыш-развёртыш там, не знаю, что-то он перевернулся очень жёстко и вернулся обратно. Кейс третьего ранга. О, чёрт, такой луноход крутой выпал. По идее, я его могу поставить куда-нибудь. У меня ещё колёса есть под луноход, такие неплохие. Ну да, реально, кстати, прикольно. Так, теперь мы что делаем? Мы берём и воюем с этим. Надо посмотреть ставку. Четыре секунды. Давайте глянем. Надеюсь, то, что я чё-нибудь выиграю. Ещё потом попробуем на этом валуне пройти этап чемпионата. Не знаю, получится или нет. Так, ну, вот этого я и боялся. Блин, почему-то так выглядит то, что не особо, как бы, этот, высоко находится правый танк. А как-то, блин, всё равно этот подъехал под него. Странно, серьёзно. Ну ладно, как бы, всё это обманчиво на самом деле. Это всё-таки ставки и ничего с ними не поделаешь. Так, здесь чё у нас? Ну, какой-нибудь рандом. А, нет, здесь уже не рандом. Более-менее, типа, понятно, кто выиграет. Ладно, давайте тогда быстренько зальём. Чёртовы лаги, они меня так раздражают. Я просто не понимаю, из-за чего в этой игре всегда так лагает. Этот эмулятор, эта игра сама. Я не знаю, они меня просто подводят прям в сериях. И это серьёзно тупо. Блин, тут ещё три колеса. Это тоже забавно будет в плане ХП. Очень много будет. И будет офигенчик. Даже не обидно, если выпадет бонус именно для колёс. В основном для каких-нибудь нормальных. Чтобы, ну, сами понимаете, я мог хоть что-нибудь делать. Но здесь, наверное, пацаки вообще мощные. Смотрим. Ух, чёрт, они у меня все с одного выстрела. Ну, наверное, да. Лезть особо на них нечего. Я этой машиной с таким маленьким количеством ХП пока что ухожу в отставку и беру вот эту вот машинку. Это даже не перевёртыш. Это просто валун, который будет, ну, немножко тут кувыркаться. Ну, не знаю. Ну, сами видите, всякую ерунду делать. То есть, ну, в этом ничего такого нет. Так, этого выносишь. Да, неплохо. Там ещё будет этот. Вот этот вот говнюк. Вот я его боюсь. Ух, чёрт. Ничего себе. Ну, я понял. Его мы точно не завалим. Либо как-то переворачивать, либо чё. Ну, вот если бы был обычный перевёртыш, который прям сверху бы летел, он бы спокойно вынес, конечно. Вот реально, он бы спокойно вынес. Но этот не особо. Ещё этот титан почему-то не переходит в новый этап. Это меня тоже смущает. Было бы классно, если бы он свалил. Я так у всех остальных мочканул. Пока что мы только ему проигрываем. И как бы больше никому. Может быть, просто хпшку придётся прокачать. Может быть, конструкцию немножко изменить. О, чёрт. Вот это я больше всего ненавижу. Когда меня отталкивает, и там ещё работает пулемёт. Это жёстко, да. Это реально жёстко, но ничего страшного. Ну, пока что двоим. Вот так вот бы как-нибудь перевернулся тот гадёныш, и было бы вообще хорошо. Но у него слишком низкие колёса. Очень уж низко они смотрят. И этот танчик фиг как сдвинешь, фиг перевернёшь. То есть, ну, прям всё продумано у него там. Здесь вот было, конечно, бы идеально не так, как мы поступить. А, как-нибудь заехать, либо сверху полетать. Чё это за звуки странные? Это у меня в игре или где? Чё-то странный звук только что был уже не первый раз за этот ролик. Я ещё удивляюсь, типа, откуда, чё за фигня. И вот снова сейчас было. Это в игре, что ли, так по фану бывает? Хоп, захотело, хоп, чё-то произошло. Так, ладно. Надеюсь, справимся же. Ой, конечно, как-то подозрительно всё это выглядит с первого взгляда. Когда этот катер как-то то наверх, то вниз. Ну, давайте посмотрим, что за колёса будут в бонусе на этой ерунде. Так, блин, да хватит так лагать. Ты офигел вообще, что ли? Для ролика. Неплохо. На самом деле, если бы для скутера было бы, это вообще бы жесть была полная. Ну, мне этого достаточно. Мне нужна машина, которая будет хорошая в плане хпшки. Ну, и атака тоже не будет особо проседать. Давайте-ка мы этот катер поставим. Мне уже реально немножко надоело вот эта вот ерунда. Я возьму всё-таки, наверное, катер. Воткну его вот сюда. И сейчас мне нужно будет найти колёса под катер. Я вот не уверен, конечно, есть они у меня или нет. Но сейчас, если найдём, то обязательно воткнём. И будет такой достаточно хороший танчик. Ну, катер это всегда хорошо, потому что у меня достаточно много ещё и хп и энергии на катер вкачаны именно перками. И это меня в основном радует и как бы спасает. Так, пирамида тоже не то что-то. Тоже пирамида. Ну, здесь не нужны высокие колёса. Далеко не нужны. Походу, этот корпус не особо сюда вписывается. Может быть, какую-нибудь кометку. Вот это было бы хорошо, но, сами понимаете, нет проёмчика для утилиты. Так бы я два пулемёта воткнул и всё, устроил бы там всем. А так ничего не получится толком. А вот здесь вот что? Для пулемёта. Но тоже нет проёмчика. Было бы классно вот, кстати, вот эту проныру собрать. Я бы вообще обрадовался. Но чё-то как-то вообще всё не складывается. Я не пойму. Давайте мы сюда вот эту поставим тему. Скутеров повтыкаем. И, короче, пойдём разваливать на этой машине просто всех. Потому что под скутеры плюс 120% это жёстко. Плюс у меня скутеры ещё прокачаны. Это ещё жёстче. И как бы можно отправляться в бой. Так, а где мои скутеры самые такие мощные-мощные прям? Они, по-моему, на 5 у меня даже звёздочек есть. Ещё под титан, да? Было бы вообще супер просто. Ага, вот. О, 4000. Неплохо. И вот здесь вот. Ещё 3000. 10 тысяч есть. Может где-нибудь ещё здесь скутер есть? Нет, больше скутеров никаких. Ладно, я понял. И тогда что мы прицепим сюда? Какой-нибудь подъёмник, что ли? Я ещё ни разу его не тестил. У меня как раз-таки на 5 звёздочек там был. Если сейчас я его постав... А, стоп, не подъёмник. Чёрт. Подъёмник-то у меня вот только такой какой-то бомжутский. Мне бы этот надо. Аптечку. Вот аптечка у меня есть жёсткая. Она 5 звёздочек. Там ещё с бонусом каким-то. Так, а нет, с бонуса у меня вот для отсюда. Да, для отсюда. Да-да-да. Так, ладно, поставим давайте. Плюс 2000 мы будем лечиться. Ой, хорошо на самом деле. Осталось с пушками разобраться. Так, 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 так. И я, в общем-то, готов, что ли, по идее. Ещё бы пирамиду какую-нибудь новую, хорошую, прям мощную. Но фиг знает, где её взять. Так, вот лазер сюда, мне кажется, зашёл нормально. Но нужно, чтобы он был мощный на 5 там звёздочек, на сколько-нибудь. Но у меня таких нет вроде, как, если я не ошибаюсь. Сейчас глянь. А, давайте-ка мы пулемёт возьмём. Чё я туплю? У меня же где-то пулемёт был. Вот только выпал на 5 звёзд. Он, наверное, вообще хорошо здесь будет. На 9 энергии. Ну, давайте втыкаем. Ну, и, собственно, всё. Всё, вот такой вот танчик у меня готов. Ладно, сейчас мы его испробуем. Идём, наверное, в битвы банд. Я там кого-то победить не могу, или чё? Из-за чего я вышел-то отсюда? Так, ну... Тачки-то тут неплохие против меня. И вот здесь вот... О, я хочу посмотреть, как будет подъёмник работать с этой фигнёй. Ох, чёрт! Ничего себе, он как работает жёстко. А я танчик просто так потерял. А вот с этой вообще мне нравится, как работает фигнёй. Это очень забавно выглядит. Чёрт! Да ты обнаглел, что ли? Ты чё такой мощный-то? Так, ладно, вынесли его. Ну, здесь очень проблемный парень попался, на самом деле. Мне кажется, мы его не завалим, потому что у меня уже мало всего осталось, как бы. Так, и... Ох, чёрт, как так вообще? Я не понимаю. Я столько ошибок допустил во всём этом бою. И чё-то как-то всё равно затащили. Там мне показалось либо 18 тысяч здоровья. Чё, по правде? Чёрт, серьёзно. Это легендарные колёса, легендарные нитро. Ещё и ковшик не удивлюсь, если легендарный. Сама циркулярка тоже. Да уж, это, конечно, мощь. Это реально, конечно, мощь. Так, а чё мы тогда делаем? Нет, всё-таки эта машина вообще отстойно выглядит. В плане прокачки, всего такого. Так что я возьму ролик. Ну, не ролик, а катер. С бонусом для роликов. Сейчас воткну сюда вот эти два скутера. Потом. Возьму, возьму, возьму вот эту тему. Возьму сюда два пулемёта. Один поближе поставлю, чтобы помощнее было именно поближе. Хотя, знаете, чёрт, а у меня есть крутая тактика для этого всего. Я возьму сейчас дробаш сюда. И тогда будет вообще жесть. Мы и отталкиваем, и пулемётом продолжаем валить. Да ещё и на катер с атакой. Чёрт возьми. Вот это я понимаю чётко. Сейчас мы, короче, будем уничтожать просто, я думаю. Так, битва. Он там даже не влезает чё-то. И давайте, в общем-то, пробовать. Ставим. Надеюсь, что вся моя тактика будет работать идеально. Так, чё-то не особо как-то. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Блин, не на ту машинку я, конечно, начал всё это тратить. Эх, ну ладно, пофиг. Думаю, двух других мне хватит на остатки. Ну, надеюсь на это. Ну, тут вообще не особо много должно выноситься. Отлично. Ещё бы раньше поднял, было бы, конечно, покруче. Вот сюда надо было мне тратить мой катер. Мне кажется, здесь бы он нормально зашёл. Но я чё-то его не туда истратил. Так, о! Лежи там, пожалуйста. Лежи там, не двигайся. Стенки, открывайтесь быстрее. Такс. Чёрт, до секунды не хватает. Ох, издевательство такое, я не понимаю. Тогда как мы поступаем? Если здесь не получается, я нажимаю реванш. Я здесь использую вот эту тачку. Надеюсь, он сможет завалить. Ой, там же ковш. Чёрт! О, боже. Нет, это ошибка была. Используя этот танчик здесь нельзя. Тогда я пробую другой. Вот этот вот. Да блин, не хочу на этом пареньке зависать. Он же не мощный, лол. Мы его должны выносить. Почему так происходит? То, что не получается. Я не знаю, чё-то. Ладно. Вроде как хорошо. Здесь он меня валить должен. А если я что-нибудь другое здесь попробую? Так, вот не знаю. Давайте попробуем. Ну, добьём сначала немножко, так скажем. Ага. Есть немножко удары сейчас этим танчиком. Ну, заехать должна, да? А, нет, не заезжает. Смотрите-ка. Вот же Андрей хитрый, чувак. Какую себе тачку ты сделал? Так, теперь мы делаем так. Ну, здесь я уже знаю, как всё это закончится. Как бы понятное дело. Ну, и сейчас всё зависит от катера. Если всё сработает на ура, то, как бы, мы побеждаем. Если нет, то нет. Так. Вот. Вот. О чём я вам говорил. Вы видите, как это чётко работает? Это вообще имбовая тактика. Так что, кто не знает, как бороться с этими тупыми летунами, то, милости прошу, крутая тактика специально для вас. Я сам раньше вообще ненавидел летунов. Не мог с ними справиться. Сейчас у меня всё хорошо. Проблем, как бы, с этим нет. Но до этого были, и, как бы, эта тактика очень даже выручала. Так, ну, здесь уже она будет, наверное, лишняя. Ну, вы сами понимаете, почему, да? И здесь, наверное, этот танчик подойдёт. Более-менее так. Ой. Чё? Игра зависла. Ух, боже. Сегодня лаги просто в максимальной мере работают. Вы просто видите, да, как лагает сегодня жёсткая игра. Я не понимаю, чё с ней. Вы меня ещё простите за это всё. Но, серьёзно, сегодня перебор уж лагов. Я сам это понимаю. С чем-то связано, не знаю точно. Но я прям вижу то, что их сегодня очень много. Ого. Чё за прикольный танчик, лол. Вот камушек-то камушек. Он меня, по идее, ты и вынести мог, если бы перевернулся как-нибудь удачнее. Так что камушек сыграл бы со мной злую шутку, на самом деле. Так, идём дальше. Что у нас по битвам банок? Кстати, мы неплохо даже продвигаемся. О, блин. Это пулемёт для лунохода выпал. Да ещё и такой крутой. Блин. Чётко будет потом всё это использовать. Просто обязательно нужно будет делать. Так. Там подъёмник вот юзается. И с последней тачкой, скорее всего, я буду использовать тактику моего катера. О, тут хорошо. Тут очень... Ох, чёрт возьми. Ээээ, шоу акробатов, что ли, я не понял. Так, давай. Ой, чёрт. Ну всё, найс. О, блин, у меня так мало снял, на самом деле. Это чётко. Мне кажется, мы в любом случае с последним справимся. Даже катер как бы не сыграет здесь ключевую роль, я так думаю. Потому что всё равно у меня танчиков много осталось. Ох, блин, нифига себе. А чё-то я рано радоваться начал, на самом-то деле. Так, снова звук странный был. Вы слышали, ребят? Чё это за фигня? Я не понимаю эти странные звуки. Так. Всё, найс. Вынесли. Хух. Блин, я чё-то уже раньше времени начал радоваться. По поводу ключевой роли моего танчика. Катера. Так, для Титанчика выпал тоже дробовик. Хм. А как мы тут будем? Здесь вот уже поинтереснее, на самом-то деле. Вот этот вот с пулемётом пирамида, она жёсткая. Может, против неё чё-то будет прикольно. Может, против неё чё-нибудь придумать, если то будет прикольно. Вот здесь вот я сейчас заеду, то будет офигенно. А, блин, там чё? Чё-то не понял. Как он меня вынес-то так? Чё у него там было? Не догнал я особо. О! Нужно было изначально эту тачку, наверное, ставить. Вот здесь вот, конечно, подъёмник сыграет ключевую роль, 100%. Так что сейчас мы переиграем всю эту тему. Реально переиграем. Но здесь не справляемся, явно уж. Подъёмник ещё. Это подъёмник такие звуки, что ли, детские издаёт какие-то? Окей, я понял, откуда они берутся. Сейчас мы переиграем здесь немножко. Я попробую кое-что другое сделать. Вот так вот. Такс, мы же вынесем, да? О, чёрт, не вынесем. Боже, тогда это неприятно. Так, ну всё, сейчас вынесли. Ну а дальше чё-то как-то не всё особо хорошо не идёт. Вот здесь вот если меня поднимет, я перелечу. Ага. Нифига подобного. Нет, походу всё, на этом чуваке стоп сегодня. На этом чуваке сегодня реально стоп. И сколько мы смогли? Шесть раз, да? Победить. Да, шесть раз только смогли. Ещё у меня ящики остались. Я вот не знаю. Мне нужно реально именно делать упор на вот эти вот танки. Мне очень срочно нужен луноход, у которого будет два крепления под оружие. И одно крепление под утилиту. Я соберу супер крутой танк. Объясняю почему. Заходим в мои пушки. Ищем здесь пулемёты. Нужно будет, кстати, ненужное продать. Я хотя недавно продавал в плане оружия ненужное. Но всё равно что-то уже поднакопилось новое что ли. Либо я корпуса продавал. А нет, походу, корпуса всё-таки. И гораздо меньше. А здесь на одну звёздочку остаются вещи. Да-да-да. Я на одну звёздочку уже всё это продаю. Так, давайте до пулемётов долистаем. Кстати, залаги в этой серии жёстко извиняюсь. Я здесь ни при чём. Просто, блин, кэтс меня подводит. Так, вот видите? Этот пулемёт, он очень хороший. Под луноход зайдёт просто замечательно. Я ставлю туда вот этот вот ковшик. Плюс 115 для пулемёта. Вот этот пулемёт туда втыкаю. Энергии не особо много. Всё это задействует. И получается просто мега мощная машина. Хотя, а знаете, если я сейчас это всё замучу, как вы думаете, неплохо получится? Я вот не знаю, на самом деле, может быть, рискнуть? Почему бы и нет? Так, ладно, давайте попробуем. Вот энергии самое главное бы хватило. Потому что, ну, может реально не хватить. Здесь три, видите? И у меня нужно две энергии сюда закинуть. Потому что на том пулемёте именно шесть. Так, а у меня что-нибудь под луноход есть? Такое легендарное. Может, что-нибудь, ну, реально хорошее. Чтобы, ну, хп было хоть. А чё? А то так сидеть это тупо. Так, это под комету колесо. Ну, слишком много ненужного, понимаете? Нужно сливать это тоже сидеть. Для пирамиды. Пирамида. Ну, вот, конечно, лучший вариант был бы это поставить вот эти вот скутеры. Они и без бонусов каких-либо будут нормально прибавлять. Но желательно, конечно, было бы всё-таки сделать именно с бонуса машину. Может быть, какое-то большое колесо есть под луноход. Я вот просто не помню. Какой-нибудь там бигфут. Это валун. А чё, я его разобрал, что ли? А, подождите-ка. А, здесь у меня два колесика под валун. А почему я поставил такое? Здесь хп же побольше будет. Вот с таким колесом, кстати, можно попробовать. Она совсем по-другому себя будет вести, эта машинка. Но это моё мнение. Это под катер. Кстати, вот под катер колесо было. Бигфут только, чёрт возьми. Ну, нет, я бы его всё равно не ставил. Потому что именно с тем расположением колёс, которые на том катере, это было бы вообще убого. Так, и мне нужно колёса вот эти вот втыкать, да? Ну, я понял. Окей. С этим ничего не поделаешь. Потом. Две энергии, говорил, надо влить. Ну, давайте потратимся. Как бы ничего страшного в этом нет. Просто сидеть так и как бы проигрывать не особо хочется. Конечно, хп мало будет на этом танчике. Но я просто хочу посмотреть, что он из себя представляет. Да и больше мне по идее ничего не надо. То есть, ну, ради интереса просто хочется узнать. Так, теперь мы снова листаем миллион лет до пулемёта. Давай уже быстрее. Ненавижу то, что ещё на эмуляторе так сложно всё это листать. Это очень много времени занимает. Не то, что очень много, а просто очень много. Вот вы посмотрите, просто 30 секунд в никуда. Ролик просто тикает, тикает, тикает. А я сижу и так же кручу вот эти вот ненужные мне вещи. Так, и смотрим. Ого, 6000 атаки. Ничего себе, это как на том моём танчике, на той пирамидке. Блин, очень даже хорошо. А вот сюда, может быть, я какое-нибудь другое колёсико ваткну, просто поменьше. Чтобы вниз смотрело и хп было бы побольше. О, для лунохода, нифига себе. А давайте-ка так сделаем. Я хочу посмотреть сначала вот здесь, вот как она себя будет вести, эта машина. Сейчас глянем. Такс. Ага, неплохо. Одного забираем. Здесь. Ой, здесь вряд ли. Здесь вряд ли, потому что там всё решает этот. Ох, забыл, как же он называется там. Лазер. Здесь выигрываем. Ну, этих мы выигрывали до этого. А сейчас не выигрываем. Чего-то не хватает. Ну, атаки, скорее всего, буквально немножко. Это всё можно как бы исправить спокойно просто. Вот такие вот дела. Ну, тачка жёсткая. Серьёзно, жёсткая. А давайте-ка мы посмотрим, чего не хватает. Может быть, этап получится пройти. Так. Выигрываем. Ну, хпшки явно не хватает. Вот я проседаю стопроцентно. Так что, может быть, прокачаю, не знаю. Ой, чёрт. Вот такие я моменты не люблю. Серьёзно. Нужно атаку очень жёстко прокачать. И тогда мы будем того парня выигрывать. По идее-то. Да и хотя, если сейчас я вообще полностью в атаку вольюсь, то вообще тачка-то получится хорошая. Но вряд ли всё у нас это хорошо получится. Мне до 15 тысяч придётся поднять атаку. Это очень много. Сейчас мы посмотрим, сколько за один левел даётся именно в плане атаки. И тогда, может быть, что-нибудь получится. Так, ну это всё не то. Нужно какую-нибудь легендарную детальку вливать. Чтобы, ну, на 100% убедиться, что это даёт. И вот там где-то была циркулярка. Сейчас мы попробуем влить. Будет неплохо. Так, 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 так. Хотя, может быть, вот так. Нет, это тоже не то. Блин, а чё прокачанное-то у меня здесь есть? Давайте вот это вот пробуем. Нет, левел не прибавляется. Чёрт возьми. Походу, придётся, короче, мусор повливать сюда. Да, потихоньку, потихоньку. И сейчас мы соберём здесь левел. Ничего страшного. Просто, ну, мне не особо хочется, типа, очень долгое время на это всё тратить, всё такое. Так, и плюс 768. До 15 тысяч поднять, конечно, можно. Это будет достаточно долго. По идее, посидеть, постараться, постараться. Но здесь, вот понимаете, именно бонус ещё на луноход есть, из-за этого так много прибавляется. Вот на это прибавляться так много не будет. Вот, ну, ради интереса. Здесь луноход. Ого. Ну, нет, это не особо выгодно. Тут всего лишь 128. Сами понимаете, да? Ну, ещё бонус, конечно, примерно. Ну, короче, ребят, на сегодня, наверное, всё. Давайте ящики на прощание тоже откроем. Чтобы чё-нибудь весь ролик простояли. Я так их не открыл. Потом ещё ругаться будете в комментах. Неплохая, кстати, выпала комета. Так, бонус. Чёрт, сейчас на паузу, ребята, бонус. И потом продолжим. Блин, никогда не пропускаю. Просто вообще не хочется пропускать. Там может быть крутой корпус. Вот такая циркулярка мне выпала в качестве бонуса. И это не корпус какой-нибудь крутой, который я жёстко ждал. Ладно, идём дальше. Да, открываем суперящики. О, там было что-то связанное с луноходом. Блин. Снова такое себе. Нужно прям супер-пупер топ. А мне выпадает всегда такое себе. Это не особо приятно. Ну и что? По поводу ящиков. Ну, как-то фиаско. Это фиаско, братан. Ничего хорошего, серьёзно. Это провал какой-то в ящиках. Я на них наделся что-то сегодня. Но всё равно я прокачаю до конца этот пулемёт. Золотой наш. Прокачаю его по бонусу. И будет неплохая машина к следующему ролику. Я так думаю. Но можно будет ещё новый корпус найти. И как бы вообще тогда будет просто топчик. Вот такие вот дела, друзья. В общем-то, это была игра Кэт. С вами, как обычно, был Роман Флоки. Не забывайте подписываться на мой канал. Обязательно нажимайте на колокольчик. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем огромное спасибо. Удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok